Сегодня у нас в гостях юные журналисты из детской программы на телеканале water art час без родителей коркем камиль и амина и так к вам вопросы как представителям маленького поколения да какие ваши любимые детские книги почему они являются вашими любимыми о чем они да расскажите на курке я читала книгу маленький принц автором этой книги является антуан десерт экзуперри почему она твоя любимая книга что тебе не понравилось потому что там говорится о том то что каждый взрослый может быть тоже маленьким ребенком то есть взрослые люди они все равно маленькие да по-своему в душе такова мысль да ты с этим согласна ты пыталась применить все что говорится там все эти мысли в жизни так ли это на самом деле да так чем она тебе еще понравилось чем она тебя зацепила именно эта книга тем то что она такая интересная и вдохновляет потому что она очень интересная и забавная такая получительная что больше всего тебе запомнилось возможно есть такие сцены любимые которые вот тебе прям произвели на тебя большое впечатление когда летчик в этой сказке встретил маленького принца то есть самое первоначальное да да только встреча да почему она тебе запомнил что там было такого необычного потому что маленький принц попросил летчика ему нарисовать барашка сначала маленький сначала летчик нарисовал барашка слишком большим как будто не барашек а целый баран а потом нарисовал маленького он сказался он оказался слишком крошечным а потом он нарисовал коробку и сказал то что в этой коробке живет барашек есть и из траву и должна даже было додуматься нарисовать в коробке да вы читали это произведение маленький принц я читала читал советую прочитать на самом деле я почему-то думала что если я задам вам такие вопросы вы начнете перечислять какие-то современные книги до которые ранее не читали но именно книга до сказка маленький принц она является такой наверное классика которую читали еще ваши родители и возможно даже их родители то есть это такая классический вариант книги я очень рада что ты будучи представителем маленького поколения до сих пор читаешь это и это актуально среди вас камень что читал ты какая у тебя любимая книга это рассказ белый бим черного уха там рассказывается про собаку про ее преданность как как она ждала своего хозяина хоть и не дождалась там там хозяин заболел его поездли в москву его его питомец бим он остался у него дома за ним при приглядывала соседка бим когда увидел что поезд поезд уезжает он побежал за поездом он добрался до москвы и его там встретила девушка юля она и за ним ухаживала но потом с ним же поехала обратно домой встретился ли он со своим хозяином он не успел не успел да к сожалению такой конец почему тебе понравилась эта книга чем она так и зацепила тебя там говорится как ты говоришь о преданности до собаки человеку что она действительно друг человеку мне просто нравятся такие книги такие рассказы из-за этого я решил прочитать какие такие ну например был такой фильм хатико вот мне он очень понравился нам посоветовала прочесть эту книгу ты да ты рассказываешь сюжета он действительно перекликает с вами вы не находите с фильмом хатико да 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 это уже говорится о преданности собаки да которая до последнего ждала своего хозяина как ты думаешь чему это учит детей вот которые читают эту книгу что ты для себя вынес мысль чему научила тебя эта книга нельзя бояться собак нельзя к ним так относиться жестко как поступила как бы тоже соседка ивана иваныч 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 она когда бим на нее налаял она вызвала собачников сразу и собачники и его забрали но когда приехал иван иваныч он просто не успел немного грустная история да комиль у нас любит грустные книги хотя в жизни человек веселый амина что у тебя любимую мою любимую книгу написал бодо шефер называется она пёс по имени манни тоже прокса да эта книга мне очень понравилась из-за ее сюжета девочка кира очень любила собак но из-за финансовых проблем мама и папа не разрешали ей завести но потом они купили дом и забрели из-за этого большие долги и кира позабыла об этой мечте но однажды когда она спала ее разбудил мамин голос то что возле крыльца лежит собака это был белый лабрадор он был ранен вскоре они стали лучшими друзьями и кира узнала настоящий секрет денег мне эта книга очень понравилась и я хочу применить эти советы из этой книги в своем будущем ты сказала о деньгах да что там есть такая мысль а что именно какой аспект о чем говорится именно относительно денег в книге в книге поясняется как управлять деньгами как обрести свое свой миллион то есть как его заработать чтобы вложить но не остаться в убытке тебе не кажется что ты еще пребываешь не в той не в том возрасте да для того чтобы ну так прям размышлять о деньгах и об управлении деньгами да там вообще возрастная категория очень велика большая но меня это не остановило мне было очень интересно все ли до тебя дошло именно так как задумывал автор как ты думаешь все ли ты правильно поняла ли мы все-таки по-своему по-детски нет я так думаю как задумал автор до меня все-таки дошло потому что эта книга очень интересная потому что если там есть например слова которые мне непонятны там сзади есть словарик там поясняется финансы и так далее это немножко обогащает да твой запас слов тоже такие термины до которые ты ранее не знала удивило очень приятно удивило потому что действительно взрослая книга тоже раз уже стоит возрастное ограничение молодец я тоже хочу прочитать роман отверженный ага то есть который уже вы вообще как относитесь к взрослым книгам художественной литературе которая не детская я так считаю то что если там возрастная категория все-таки великая то лучше стоит попросить родителей посмотреть там нет ли таких сюжетов которые и вправду 18 плюс уже а если там нет то просто такие сложные слова которые для нас ранее непонятны то тогда в принципе можно прочитать потому что можно потом спросить непонятные слова у родителей старших и у близких а вообще как вы думаете вот ваше поколение вы представители маленького поколения молодого будущее наше как вы думаете нет ли такого вообще бы тут такое мнение что сейчас уже не так много людей которые читают сейчас книги как будто бы уходят на второй план на передний план то есть на главный идет интернет да и даже те же самые книги читается именно именно в интернете то есть не распечатаны не без переплета как вы к этому относитесь как вы считаете это не уходит на второй план не устаревает это нет нет это очень помогает например если нет библиотеки там нет времени сходить можно прочитать электронную книгу но ваше поколение она больше вот вы сейчас учитесь вы общаетесь с друзьями ваши друзья как вы наблюдаете они вообще бывает ли такое вот вы собираетесь вы куда-то идете бывает ли вообще что разговор заходит о книгах либо такого вообще не бывает в моем случае такого не бывает так то есть твое окружение да ребят они не особо любят читать у меня тоже такая же проблема но к счастью есть такие люди в нашем обществе мои одноклассники например мои близкие друзья которые могут затронуть об этом тему и у нас может разоград разогреться весь разговор обо всех книгах которые нам нравятся и почему они нам нравятся а ведь очень много книг современных экранизирует ведь правда же делают фильмы снимают фильмы по книгам а вот и белый вим черно ухо да да есть экран маленький принц тоже есть то есть все что вы читаете в принципе есть в фильмах да как вы думаете мне так кажется то что экранизирует потому что очень будет интересно если увидеть сам сюжет увидеть именно увидеть а как вот вы смотрите и читал книгу если какие-то отличия все равно же когда экранизирует фильм это немного по-другому правда же то что режиссер он сам смотрит своим взглядом на то что прочитал да вот например вы прочитали книгу вы видите ее в одном свете вот вы ее поняли вот так режиссер может понять ее иначе потому что он другой человек вот как вы думаете если опасность того что это утратится изначально замысел автора не передастся в фильме может быть такое можно как раз таки фильмы не смогут передать то что написано в книге почему ты так думаешь не смогут это живот как амина сказала это визуализация да то есть это визуально изображается то что мы когда читаем мы видим картинки правда же мы себе сами что-то представляем и это у всех индивидуально не у всех одинаково это а фильм он показывает что-то определенное для всех эта картинка вот у всех должна быть как вы думаете ну мне так кажется то что режиссер может не передать суть этой книги но все-таки частицы того то что хотел передать автор будет потому что авторы они очень развитые развитые люди и они могут передать что режиссер это не наш виду режиссеры могут передать то что они хотят показать в этом в этой книге или фильме я тоже так считаю потому что некоторые сюжеты режиссер может изменить не как прям точь-в-точь да иногда режиссер берет на себя такую ответственность он меняет он например отступает от от содержания меняет концовку например такое тоже бывает а бывает такое что книги то есть произведения еще играют в театрах знаете да спектакли когда-нибудь ходили а вот например то что вы прочитали и смотрели как это играет на сцене у меня такого такого не было советую тебе это сделать обязательно на самом деле я вообще вам советую если вы читаете какие-то книги изначально читайте а потом смотрите фильм вот серьезно я вам так советую почему потому что вы сможете сами найти отличия тот же самый гарри поттер да это целая патериана целый сборник книг до которые выходили столько частей вы читали гарри поттер кто из вас читал гарри поттер я только смотрела только смотрели а вот очень много людей которые читали книги говорят о том что там есть различия есть почему это происходит несмотря на то что много часов идет этот фильм да все равно на экране невозможно передать всю весь том все что там написано поэтому режиссер для этого избирать какие-то определенные моменты из книги то есть передачи да который самый важный считает то есть невозможно все это уместить в киноленту ведь так вот поэтому я обязательно вам советую читать так у вас будет полноценная картина то что возможно не войдет в фильм даже и еще хотелось бы у вас спросить по поводу вообще детских книг возможно вам мамы и папы рассказывали о том что раньше книги были немного другие отличались вообще замечается что ваше поколение может довольствоваться очень красочными красивыми хорошими книгами да видите их отмечаете это красочность либо ну просто все же дети все дети любят когда красивые картинки правда что когда это все красиво сделано мне кажется что и вправду у нашего поколения есть картинки в книгах яркие обложки но когда жили наши родители когда будучи ребенок будучи детьми у них не было таким может быть и было картонная но сейчас это индустрия развивается графия сейчас это все на высоком достаточно уровне и я считаю что нам очень повезло что мы живем в таком времени когда мы можем мы можем выбрать либо читать электронный либо даже аудио слушать вы когда-нибудь аудиокниги слушали как вам на как вы воспринимаете либо вам лучше текст видеть как вам как аудиокниги аудиокниги все-таки лучше это кажется то что мне учительница советовала сначала и слушать и в то время читать следить за текстом потому что скорее всего большую часть книг читают артисты и у них очень дикция хорошие так и чем больше ты слушаешь хороших хорошую дикцию тем больше у тебя сама она развивается ты меня натолкнул на вопрос а как вы думаете чем вообще полезно чтение вот что именно вот вы читаете и вот какие результаты чтения вы замечаете у себя что это вам дает как это вас развивает в чем ну мне так кажется то что книги они очень полезны потому что и вправду можно не все передать только фильме и немногие люди смогут объяснить или пересказать всю книгу наизусть то есть я могу прочитать книгу и самой понять этот этой книги смысл эти книги очень многому нас учат потому что во многом эти книги учат нас к чтобы избежать вредных привычек смысл да получает конечно же конечно же вы можете новый запас слов да это дает новый запас слов вы знакомитесь как ты говорила там был словарик сзади там книги куда ты обращалась и пополняла свой запас слов камень что дает тебе чтение книг как это происходит у тебя в развитии что именно ты подмечаешь что и меняется когда ты читаешь книгу если честно то почти ничего мне просто интересно узнать то есть и такое тебе тебе побольше интересных сюжетов да ты на содержание обращаешь внимание когда мне скучно становится я беру и читаю это очень редко между прочим потому что в основном а когда нам становится скучно мы идем либо к телефону либо компьютеру да но редкий случай когда мы идем читать книгу да надеюсь ты сказал правду но я еще не только такие художественные книги люблю читать я люблю еще и энциклопедии что энциклопедии где кстати много всего что дает изучение энциклопедии тебе вот там уже намного больше ты получаешь больше информации оттуда да там обо всем что есть в мире рассказывать какие именно энциклопедии ты читал что тебе интересно про китов про дельфинов животный мир да вот мне очень я вот очень люблю животных и всегда читаю про них тебе нравятся книги о животных вы сейчас школьники и ваше время как раз то время в жизни которое нужно потратить именно на изучение на получение знаний я очень рада что вы именно этим сейчас и занимаетесь спасибо то что вы сегодня стали нашими гостями поделились своими советами и рассказами о том какие книги являются вашими любимыми красиво мальчай